Для западного мира это последний бой, я бы его назвал даже так. Вот для них это. Почему? Рушится их миропонимание. Парадигма мироустройства, в котором они привыкли, как мы говорили, жить столетиями. Но недооценили. Настолько поверили в свою великость и незаменимость, что и не глянули на то, что происходит в мире. Мир меняется, люди меняются, появились новые центры силы, реальные, не виртуальные, реальные. И сегодня натовские страны поняли одно, что они не достигли своего результата. И они сегодня, я скажу грубо, готовы разменять Украину на другие вступки со стороны Российской Федерации. По всей вероятности, так в ближайшей перспективе и будет. В этой ситуации, как человек военный, я четко понимаю, что наступать придется, решать задачу придется. И для этого ресурсы у России есть. Чего сегодня очень боится и Запад. Они пока воюют чужими руками, только деньгами, напечатанными долларами. Мы являемся примером для десятков стран. И эти страны готовы, видя наши результаты, развиваться самостоятельно. Я не исключаю этого, что Беларусь может стать одной из площадок, на базе которой могут в дальнейшем строиться новый миропорядок, в том числе. Почему бы нам не стать вторым в Брюсселе? Кто мешает? По-прежнему следим за ситуацией в Украине, вокруг Украины. Мне одному кажется, или не только мне, что партнеры западные начинают прибегать все чаще к миролюбовой риторике. Нащупывают эту риторику даже скорее на фоне очень успешного, в кавычках, контрнаступа ВСУ. Я бы не сказал, что они ищут миролюбивую риторику. Это, наверное, немножко не то слово, которое надо использовать в данной ситуации. Они ищут способ выйти из создавшегося положения, не потеряв лица. Я бы, наверное, назвал это так. Один из возможных вариантов розыгрыш именно карты. Она не миролюбивая, она другая. Это не призыв к миру. Это призыв к или заморозке, или остановке, или при остановке конфликта в сегодняшнем его ходе. Именно в том развитии, которое есть сегодня. Их не устраивает именно эта составляющая. И сегодняшние заявления, они не миролюбые. Вы обратите внимание, речь идет о том, что мы вас поддержим. Это говорит Европа. Речь идет о том, что мы вам дадим все. Так говорят Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами. Но одновременно США завязли, Европа завязла. В чем? Они не получили тот эффект, который планировали. Началась определенная паника. И по-другому это нельзя назвать. Она есть. Потому что главный сценарий предполагал крушение Российской Федерации. И крушение комплексное, с использованием всех имеющих средств. Первое основное, это, конечно, экономический удар. И одновременно для растяжения и уничтожения ресурсов, это боевые действия в Украине. Как я сейчас любят, говорят, в Украине. Самое интересное, что расчет был достаточно глубокий. И он бы мог иметь определенный положительный эффект. И даже привести к достижению цели определенной. Это был возможный результат. При условии, что Россия не сумела консолидироваться, что произошел разрыв элит, разрыв между властью и народом, и добить все это должно было именно боевые действия, перенапряжение, на которое очень надеялся Запад. Так не получилось. Экономика выставила, народ сплотился вокруг лидеров, сама промышленность сумела адаптироваться к сегодняшним условиям. И реально, по многим показателям, не то что прибавила, она просто пошла вперед. А что касается системы вооружения, это недооценка Запада. Они опять снисходительно, я бы сказал, очень высокомерно взглянули на Россию. Посчитав, что она уже близка к крушению. Это недооценка аналитиков, политиков. И опять вернусь, именно высокомерие Запада. Сегодня надо из этого положения выйти с минимальными потерями. Из Украины выкачано все, что можно. Сегодня. Это реальность. Промышленности нет. Сельское хозяйство работает в полном объеме на Запад, на Европу, на Соединенные Штаты. Природные ресурсы уже давно не свои, а те, что остались, они продолжают поставляться. Ресурс, связанный с людьми, он практически исчерпан. И будущее Украины, в общем-то, именно его потенциал людской на многие годы уничтожен. Осталось расчленить страну. То есть осталось максимально, что с нее можно взять, эту территорию. Вот об этом сейчас и идет речь под разными соусами. И вот эта политика замирения, она направлена никоим образом не на помощь Украине. Не на то, чтобы каким-то образом сделать жизнь украинцев лучше, народа во всяком случае. Но об этом вообще-то никто не думает. Да, народ это так. Но Украина практически отыгранная карта. Она не сумела в полном объеме выполнить то, что было задумано. И появился следующий противник. Это Китай. И поэтому сегодня часть ресурсов перекидывается туда. В том числе заявление Байдена о том, что готовы поставлять оружие Тайваню в счет тех контрактов, которые были для Украины. Это говорит об изменении векторов. Чем хороша западная элита, она никогда просто так деньги ни во что не вкладывает. Приходит осознание того, что многие вопросы не удалось решить. Но давайте с минимальными для себя потерями этот конфликт каким-то будем образом, если не закруглять, то во всяком случае минимизировать проблемы для себя. Вот о чем сегодня идет. Но они же никогда не признают своего поражения на Украине. В Украине. Но они никогда, вообще никогда не признавали свое поражение. Вспомним Вьетнам. Ведь они не признали, что они потерпели поражение. Вспомним Афганистан. О чем было сказано? Обычный вывод войск. Мы все видели, как это происходит. Как этот вывод происходил. Это было бегство, это не вывод. Поэтому говорить о том, что они что-то признают в сегодняшних условиях, не приходится. Но мир изменился. И это чувствуем не только мы. Это чувствуют другие государства. Это чувствуют и Соединенные Штаты с Европой. Ведь они не такие дураки. У них есть хорошие аналитики. У них есть неплохие прогнозисты. И которые четко говорят. Люди, жить по старым правилам сегодня нельзя. Но от этого очень тяжело отказаться. Но это, наверное, уже, так скажем, тезис, который всем известен. Но о нем приходится говорить еще раз. Жить за чужой счет. Да, именно за чужой счет. Что и происходило на протяжении столетий. И это делал Запад. Это делали Соединенные Штаты. Это делала Европа. Кто был объектом, подпитывающим? Африка. Колониальная. И колониализм никуда не ушел. Да, какие-то государства получили вроде как независимость. Ну, независимость-то получили. Но сейчас особенно это явно вырисовывается на ситуации в Нигерии. Что та же Франция, например, весь, всю Западную Африку до сих пор, до сих пор, это зона ее влияния и зона ее контроля. Ну, он может не такой явный. Он ослабевает, да, сейчас. Но они будут, я думаю, сопротивляться этому. Они будут биться за эту Африку всеми имеющимися силами. Если, не дай бог, а это реальность, этот процесс состоится и Африка уйдет из-под влияния Франции, Франция прекратит быть государством, играющим какую-либо значимую роль в Европе. Потому что большинство ресурсов, которые идут во Францию, они идут именно из Африки. Такая же участь грозит Германии. Почему сейчас Германия начинает осознавать, что с ней произошло? Ее отрезали от энергоносителей российских. То, за счет чего было создано чудо немецкое, послевоенное. Ее отрезали от многих других сырьевых баз. Ну, яркий пример, это Африка, основной поставщик кофе, если уж на то пошло. А главный потребитель, имеющий максимальную маржу и самые большие, так скажем, финансовые поступления в собственную казну с этого. Кто бы вы думали? Германия. Только 2-3% от суммы оборота мирового приходится на африканские страны. Все остальное забирают развитые страны. Среди них Италия, Германия, Испания и ряд других государств. Я бы даже последний пример привел. Когда приходите в супермаркет, видите, кофе сделано в Италии, сделано в Германии. Я тоже как-то задолбился, а что, кофе растет? Нет. А мне больше всего понравилось, это вот сейчас истерия насчет зерновой сделки. Но это просто, это чистейший пример, я бы сказал так, наглохамского поведения по отношению к суверенному государству. В чем это заключается? Если мы нормальные люди, заключаем сделку, значит в этой сделке должны быть две стороны. То есть есть какие-то условия, при их выполнении получается вторая часть сделки. По-русски говоря. Что-то стоит 5 рублей. Я пришел, отдал 5 рублей, получил эту вещь себе. Вот она, суть сделки. Простая, вот для обывателя, на самом нижнем уровне понимания. Что произошло с зерновой сделкой? Выступил крантом ООН. Ни много, ни мало. Простите, позволю себе вас поправить. Последнее время ООН это мало. Видите. Да, когда-то это было много. Сегодня это уже не то. Но тем не менее, поскольку до сих пор еще представляет целый ряд государств, и это международная организация, в которую входят все участники данного процесса, и гарантом выступила такая уважаемая организация, давайте посмотрим, что произошло. Россия сказала, давайте мы обеспечиваем прокачку зерна через территорию, обеспечиваем возможностью вывоза, этим решаются все задачи голодающих, это зерно поставляем в беднейшие страны, им даем возможность купить, ведь вопрос какой, демпинговые цены, Украина все равно демпингует по деньгам. Что делают? Да, все согласились. Россия ставит, говорит, мы с этим согласны, по этим коридорам все обеспечиваем, без вопросов. Не уничтожаем, не стреляем. Для этого прошу в обратную сторону, подключите нас, пожалуйста, к SWIFT, один из банков, чтобы мы могли сами оплачивать свои заказы. Хорошо, снимите эмбарго с поставки нашего зерна, то есть российского зерна, и, соответственно, удобрений, которые идут в эти же страны. Вторая составляющая. Дайте возможность поставлять на нашу территорию, Россию, запасные части для сельскохозяйственной техники и отдельные агрегаты именно сельскохозяйственного назначения. Дайте возможность еще страховать суда. И последнее. Включите аммиакопровод. Все вроде понятно. Да, все похлопали, согласились, подписали соответствующее соглашение. Со всех трибун сказали, ой, как хорошо. Зерно пошло. Достаточно большие объемы. Говорят о 37 миллионах тонн. Это достаточно много, но это не все зерно. Не будем говорить. Это зернопродукты. Что в результате? Раз продлили, второй раз продлили. Сначала 120 суток, потом еще больше. В общем, дошли почти до года. В конечном итоге россияне раза три заявляли на разных площадках. Уважаемые, давайте мы выполним нашу часть сделок. Не волнуйтесь, мы работаем. Дальше, говорят люди, зерно, основная масса, идет в развитые страны. Не-не-не, вы не волнуйтесь. Это вот пока идет тут в конечном итоге. Менее трех процентов пошло в неразвитые страны. Все остальное ушло в развитые страны. Из этого потока, это прекрасный вариант, огромное количество зерна пошло в Испанию, в Нидерланды, в Италию. И сидишь и думаешь, они что, не развитые? Им что, своего не хватает? А теперь самое интересное. А ведь все это настолько красиво и четко, по одной простой причине. Первое, 17 с лишним миллионов гектаров скуплено на Украине. То есть, часть этого зерна, это уже вещь, принадлежащая компаниям западным. Из них две американских, одна американская, австрийская, еще кто-то там, третий есть. Это уже, то есть, они пытались вывести собственное зерно, это первое. Вторая, та часть, которая принадлежит Украине, она тоже сюда влезла, в эту большую часть. И тут начались хорошие теневые сделки. Первый раз они выиграли, когда это зерно вывезли и продали по демпинговым ценам сами себе, в основном. Второй раз выиграли, когда переработали это зерно на своих предприятиях европейских. Получили продукт с высокой добавленной стоимостью и продали уже этот продукт. А третий раз, вот это вообще гениальный ход, по-другому я назвать не могу. Они подмяли под себя весь зерновой рынок и сумели диктовать ему и цены, и играть на бирже за счет понимания того количества потоков, который туда придет. Но, оказывается, был и четвертый вариант, о котором вообще многие не знают. Параллельно с этой зерновой сделкой, которая шла по морю, был коридор по суше. И зерно шло прямую, без соответствующих налогов, без соответствующих квот и в непонятных количествах, в непонятном направлении. Это еще четвертая составляющая. А в обратную сторону, в том числе в зерновозах, везли взрывчатку, везли оружие. То есть все были довольны. Ну, не поражняком же транспорта. Ну, конечно. Но надо же чем-то зерном оплатить оружие, оружие получить и уничтожить, если есть необходимость. То есть великолепный конвейер, устроенный под эгидой ООН, обеспечивающий миллиардные сделки западному эстаблишменту, их компаниям, и плюс еще здоровый кусок, который в качестве теневой составляющей отдавался Зеленскому и компании на решение его задач. Довольны все, кроме одной. Россия, весь банкет был за счет России. Оно все это обеспечило, но ни один пункт из обещанных не было сказано. А дальше товарищ Блинкин вышел, а мы ничего не запрещали. Какое эмбарго? Да мы двумя руками за. Папа Римский, давайте возобновим. ООН, давайте. А потом самая вишенка на торте, по-другому не скажешь. Россия направила в ООН соответствующую петицию с разъяснением, просим разъяснить. Подписаны вот такие договоренности, мы говорим о том, что есть необходимость, вы говорите необходимость, мы все это обеспечиваем. Почему основная масса зерна идет в страны, так скажем, развитые? Ответ изумительный. Я еще удивляюсь, почему россияне так долго не принимали решение о завершении этого идиотизма. По-другому это не назовешь. Это обман чистейшей воды. Читайте внимательный документ. Это я уже импровизирую, но там было написано следующее. В договоре не указан конечный пункт этого самого поставки. Соответственно, если оно будет куда-то перепродаваться, перерабатываться, этим ничего не нарушается. Великолепная вещь. И это сказано функционерами ООН в ответ на претензию России. И со всех трибун говорят, что русские взвинтили цены на хлеб. Русские, ну, события показали, как есть. Для чего я так долго об этом разговариваю? Это сторона, с которой нельзя заключать никаких договоров. Тебя все равно обманут. Либо впрямую, либо косвенно, либо найдут способ не выполнить собственные обещания. Ну, чтобы так не происходило, вот уже со мной обсуждали, что там понимают только один язык, язык силы. Если ты сильный, с тобой разговаривают. И с тобой разговаривают не с фигой за пазухой или там за спиной. А тебя, да, боятся. Да, лучше уж пусть боятся. Все к этому и идет. И вот, наверное, для западного мира это последний бой. Я бы его назвал даже так. Вот для них это. Почему? Рушится их миропонимание. Парадигма мироустройства, к которому они привыкли, как мы говорили, жить столетиями. Все отлажено. Вот они, рабы. Вот они, надсмотрщики над рабами. Вот они, господа. Вот они, системы, так скажем, коммуникации между всеми. Все довольны, все счастливы. Живет золотой миллиард, все остальные на него работают. В той иной мере и так далее. Обратите внимание, что за время, за последние четыре года, с момента ковида, богатейшие семьи Америки стали богаче на 15-20%. Это их официальные цифры. А сами американцы стали беднее. Но я уже не говорю о долгии и всем остальном. О чем это говорит? Что вот этот разрыв, он продолжается. Им глубоко начихать на проблемы американцев, на проблемы европейцев. Одна задача сегодня есть у американского истеблишмента, вместе с теми, кто их поддерживает. Это накормить каким-то образом, достаточным образом, вот эту массу, которая за них подписывается на территории Соединенных Штатов. И внешние проблемы, они знают, что они их решат. Если внутри все будет хорошо. И если доллар будет ведущей валютой в ближайшую перспективу. Вот этого они боятся больше. Они же как раз, вот это как раз они сейчас и теряют. Просто на наши глаза. Инга-то была очень хорошая с их стороны. Ведь они трижды сумели подняться из ниоткуда. Да, трижды. Это Первая мировая война, которая их подняла и экономику, и их благосостояние, и Америку сделала практически первая держава. Вторая мировая война, которая опять же... То есть, у них хорошее прагматичное мышление. Если этот механизм работает, значит его можно использовать один, два, а можно и три раза. И вот эта заварушка именно и должна была решить эту задачу. Но недооценили. Настолько поверили в свою великость и незаменимость, что и не глянули на то, что происходит в мире. Мир меняется. Люди меняются. Появились новые центры сильные. Реальные. Не виртуальные, реальные. Ну, извините, Китай уже обогнал по ВВП Соединенные Штаты Америки. А с ними пытаются разговаривать, как еще с колониальной страной. Во всяком случае, по некоторым направлениям. Сегодня проснулась Африка и задал один вопрос. Скажите, пожалуйста, почему все наше золото находится в Европе, а не у нас? А мы вынуждены по часам получать электричество, а иногда его не получать. Есть впроголодь, а иногда вообще ничего не иметь. Наши тысячи людей умирают от голода, а там все хорошо. Но к этому появились еще и другие игроки, такие как Индия со своими полуторам миллиардами и самым большим населением на сегодняшний момент. Это тот же самый Пакистан, это тот же Иран, которые поднялись. Это добавим Саудовскую Аравию. Ведь на протяжении десятилетий это была американская бензоколонка, где была договоренность, и которые обе стороны поддержали. Вы имам оружие и вас не трогаем в вашем анклаве, а вы нефть по нужным нам ценам. А если что-то, перекройте газ, перекройте нефть и задавите любого. Появились силы, которые поняли, что не главная технология, которая якобы располагает Запад. Ведь вся мощь западных стран она базировалась на технологиях, во всяком случае передовых. Они прекратили быть генератором новых идей. Более 80% представителей науки Америки сегодня это люди, приехавшие в страну. Это иммигранты. Это иммигранты. О чем это говорит? Даже натурализованные уже, но это все равно. Да, это не их мозги. Это мозги перекачаны из других стран. Это получалось на протяжении десятилетий. А сегодня нет. Сегодня китайцы уже свои имеют технопарки. Уже имеют собственные компетенции. Сегодня Иран создает беспилотники, которых нет в Соединенных Штатах. Сегодня, допустим, Российская Федерация полностью способна решать задачи, в том числе по высокотехнологическим направлениям, которые раньше просто не было возможности. Есть. Сегодня Индия запускает собственные спутники. Сегодня, допустим, Бразилия и Аргентина тоже имеют определенные свои интересы. То есть, мир поменялся. И те рычаги влияния, те принципы, на которых он держался до сих пор, они уже не работают. Сила появилась не только в Соединенных Штатах, но и в других государствах. И сегодняшний конфликт на Украине показывает, это же проба силы, если уж на то пошло. Ведь объединенный Запад пытался уничтожить Россию. Ну, заставить ее сдастся. Россия не сдалась. А это 50 стран. Это не только Соединенные Штаты. И вот это нагнетание обстановки, которое было до ближайшего времени, это была проверка, до какого уровня надо поднять градус напряженности. Всегда это работало. А сегодня появились, оказывается, те, кто говорит, а мы не поддерживаем эти мероприятия. Мы поддерживаем Россию. Она права. И санкции, которыми всегда можно было удушить кого угодно, мы уже десятилетия это видели, и страны и так далее, они работают в обратную сторону. Да, они создают проблемы всем, но они полностью переформатируют сознание людей. полностью переформатируют сознание государств и их руководства, которые понимают, что завтра это могут применить к ним. Сегодня это Россия, завтра это Белоруссия или сегодня же, послезавтра это Куба, дальше это Иран, потом это Саудовская Аравия, потом Индия, Китай уже конкретно, война идет санкционная. Поэтому в новом мире сознание должно быть другое, а это западный мир не хочет воспринимать и будет делать все. Вот почему я сказал в самом начале, это его последний бой за право того мира, который их устраивает, существование. Но с этим не согласны большинство сегодняшних мировых акторов. И они четко понимают, давайте жить по правилам, но правила должны учитывать интересы всех присутствующих. чтобы жить по правилам, нужно опять же все равно с кем-то договариваться. Ну, то есть всем договариваться. Да, все уйдет к этому. То есть как когда-то после очередных мировых войн собирались все там ключевые мировые, лидеры мировых держав и определяли, как будет мир жить. Но чтобы все осознали вот эту важность, что договариваться нужно, нужно, чтобы снова возникло доверие. А как его достичь? Мне кажется, что сегодня вот эти двусторонние переговоры, определенные саммиты, проводящиеся в различных уголках мира, они, наверное, в их рамках пытаются найти пути решения этой проблемы. Я далек от мысли, что вечная война кому-то нужна. Однозначно. это нехорошее. Мы ждем очень много ресурсов, мир ждет. Абы на что? И в этой ситуации все равно придется договариваться. Здесь я с вами полностью согласен. Но один из вариантов, о котором сегодня идет речь, это, в общем-то, переформатирование организации объединенных наций как вариант в перспективе. На мое скромное мнение давно назрело. Ну, об этом не вариант. И специалисты, и, так скажем, политики и ученые. Но как это осуществить? Вот этот вопрос остается сегодняшним вопросом. Возможно, мы увидим этот процесс. Но есть еще, появляются, как мы сказали, разные центры силы, один из них БРИКС. Вот сегодня 23 государства готовы присоединиться к организации. Если посчитать сегодняшних членов, это будет уже не полмира. Это будет значительно больше. Возможно, это платформа, на которой в перспективе можно начать этот диалог и разобраться. Что касается войны. Да, она будет закончена. Но она будет закончена тогда, когда стороны поймут, либо поймут, что невозможно достигнуть целей, которые поставлены, либо другой вариант. Одна из сторон достигнет своих целей. И это тоже возможно. И сегодня натовские страны поняли одно, что они не достигли своего результата. И они сегодня, я скажу грубо, готовы разменять Украину на другие уступки со стороны Российской Федерации. По всей вероятности, так в ближайшей перспективе и будет. Найдут способ, не потеряв лица, сделать это решение. Но, поскольку шаг не сделан назад ни одна сторона, ни другая, а применение ядерного оружия сегодня не идет пока речи, хотя заявление есть и справа, и слева. Те люди, которые легко размахивают ядерной дубиной, их вовремя остановят. Я не сомневаюсь в этом. Потому что и золотой миллиард, и все остальные миллиарды. Все хотят жить. И другой земли у нас не будет. А применение ядерного оружия, и это рассчитано на один раз, и почему они так четко понимают, что этого делать не надо, приведет к уничтожению земли, нашего общего дома. Одно дело жить очень хорошо, определенное время, а потом просто быть уничтоженным. Другая жить хорошо, но жить ни одно поколение, еще долго, и возможно просто в новых условиях. На мой взгляд, все-таки разум возобладает. И те принципы, на которых должно строиться новое общество, оно выкристаллизуется в ближайшей перспективе. На мой взгляд, это порядка пяти-семи лет потребуется для переходного периода. Может быть, дальше будет больше, но сегодня именно осознание и нахождение общих точек соприкосновения, это где-то так. Вернусь опять на территорию Украины, потому как вы упомянули две цели, которые ставят перед собой, во всяком случае, Российская Федерация, заявленных целей. Заявленные, это не обязательно могут быть совпадать, они могут совпадать с истинными целями. Натона и политика. Да, мы это понимаем, поэтому я делаю эту оговорку, но для нас весь как для государства соседа все-таки важно и нужно, чтобы там все-таки замерение какое-то наступило и как можно скорее, потому как совершенно нам, вот Беларуси, невыгодно военное противостояние возле наших южных границ. Что мы сейчас наблюдаем? В общем-то застывшую линию соприкосновения, ну там плюс-минус небольшой, контрнаступ сдулся полностью, уже можно наверное так говорить разрекламированный. Опять же это тема отдельного разговора, зачем он был придуман, почему он так был распиарен и так далее. Что дальше? как военного человек спрошу, насколько велика вероятность уже наступления российских войск? С высокой степенью вероятности в ближайшее время наступление будет. Это мой прогноз и в общем-то положение на фронте показывает, что в ближайшей перспективе это должно быть. Потому что те заявленные задачи, которые были, без наступления их не решить. Исходя из того, как сегодня функционирует военная организация Российской Федерации, исходя из того, как произошло переформатирование промышленности, в том числе военной промышленности, и те ресурсы, которыми сегодня располагает Российская Федерация, я думаю, что во всяком случае с вероятностью 70-80% они решат. Возможно, как вариант, не могу утверждать, но возможен вариант, что они не решат ее в полном объеме. То есть какая-то часть сделать. Но то, что мира такого, который хочет Киев, на условиях Зеленского не будет, это однозначно. Никто сегодняшний день не это вообще уже как Шотко воспринимается. Эту формулу поддерживает весь Сапад. формулу пропагандируют, вбивают в голову населению, и собственному, и мировому, и сообществу. И опять же, в этой ситуации, как человек военный, я четко понимаю, что наступать придется, решать задачу придется, и для этого ресурсы у России есть. Чего сегодня очень боится Запад. И, кстати, надо отдать должное, Запад сейчас в замешательстве. Не зря говорят о первом, втором эшелоне, первый шевант Украина, второй шевант Польша, потом страны Прибалтики, еще как-то, потому что они реально понимают, что они не были готовы к войне, такого типа не были. Они привыкли избивать слабых, здесь с ними воюют не слабый, а равный по силе противник, как минимум. И второе, это уже камень в огород Соединенных Штатов. Они понимают, что эта война может съесть те ресурсы, которые им нужны будут для борьбы с Китаем. А ведь это главная задача, прописанная в документах Соединенных Штатов. Российскую Федерацию не снимали с учета и учитывали, но считали, что с ней можно разобраться меньшими силами. А тут как-то не получилось. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Вот именно так сегодня произошло. Поэтому наступлению быть решение задач с высокой степенью вероятности будет выполнено. Вопрос заключается во времени. А время зависит от того, что будет происходить в Европе и Соединенных Штатов в ближайшей перспективе. Как только будет уменьшен либо прекращен поток оружия в страну, все там посыпется. Страна, которая называлась Украина многие годы, сегодня существует только на бумаге. и как как правильно говорим де юры. Это страна, которая живет за чужие ресурсы, которая оплачивает все свои так скажем хотелки за счет европейских государств и Соединенных Штатов и готова выполнять все, что ей будет сказано. Суверенитет эта страна потеряла на сегодняшний момент. И все будет зависеть от политических решений дальнейших. Насколько на ваш взгляд успешные действия российской армии в первую очередь способны приблизить тот самый момент, когда все поймут, что пришло время все-таки договариваться? А вот здесь я обращусь к вашим словам, которые были сказаны чуть раньше. Разговаривать только с сильным. И вот сегодня именно позиция России, нашего ближайшего союзника, должна быть как сильного государства. И не только государство, которое способно решить задачу на поле боя, но и государство, которое может взять на себя ответственность в политической точке зрения. И в том числе дать, может быть, как вариант, новую парадигму устройства мира. Это глобальная задача, но сегодня именно это выкристаллизуется. И по-моему, исходя из того исторического опыта развития государства российского, она способна решить эту задачу. По-моему, у нее вариантов уже так сильно не остается других. Вы знаете, когда-то называли первый Рим, второй Рим, третий Рим. Да, может быть, четвертому Риму и не быть, но новому мироустройству быть. Это диалектика. Тут два варианта. либо уничтожить полностью то, что имеется в мире, либо согласиться на определенные уступки. И развитие обстановки в мире показывает, что все-таки розум есть. И люди, заинтересованные в таком развитии событий, они тоже есть в различных государствах, в различных структурах. Но вот этот первый шаг, тот толчок, который заставил пойти камни или пойти лавину, это именно событие в Украине. И именно отказ когда-то Соединенных Штатов и европейских государств учитывать позицию в России и предоставить ей гарантии безопасности. Это был, любят говорить о красных линиях, я их не люблю, но это именно тот краеугольный камень, который сегодня в основе тех процессов, которые происходят. Если бы на том этапе договорились, но тогда все были уверены, что Россия перечеркнутое государство, ему осталось недолго, мы его задавим. Блицкрик экономический, военно-экономический назовем не получился, не получился, но он был спланирован, подготовлен годами, и для этого были силы, средства, и самое главное, был подготовлен антураж на уровне мира. Все должно быть красиво. Сегодня вот этот вильнюсский саммит, он должен был быть саммитом победителей. И в принципе, по тем информацией, которые есть, к этому все ишло. Не зря он рядом с границами, тут рядышком удобненько все. К этому времени уже должно быть Украина победить, Россия уже поднять руки, Белоруссия уже войти в зону влияния Европы и Запада, а у нас уже должно быть новое правительство к этому времени. Именно вот к этому, которое прошло. И расчет был приблизительно на это, исходя из всех стратегий, которые у них есть. Не удалось. Соответственно, контрнаступ закончился, и закончится в ближайшее время. Перемолят до конца то, что поставляет Запад. Промышленность западная, во всяком случае, бронетехнику не сумеет соответствующим образом поставлять. Возможно, в ближайшей перспективе туда еще кинут авиацию, кинут, дадут, дадут дальнобойные ракеты, дадут, дадут все, что могут. Для чего дадут? Только для того, чтобы максимально блокировать Россию, максимально ее в топку бросят все дрова, которые можно. И после этого уже будет принято решение, что делать дальше. Надеюсь, оно будет разумным. Но они же и себя таким образом ослабляют. Быстро, как показывает практика, не смогли среагировать на тот же дефицит боеприпасов, который уже есть, на тот же дефицит той же военной техники, которая тоже есть. Уже. Уже есть. они себя сейчас ослабляют и себя тоже. Палка в двух концах. Понимаете? Да, я понимаю, что нужно чуть-чуть времени, они запустятся. Запустятся. Есть у них еще потенциал пока. Никто не спорит. Но хватит для этого времени? Вот в этом и заключается главная трудность Досределенных Штатов и Запада. Назовем Запад. Европу не надо говорить. Тут западные государства поддерживают Соединенные Штаты. Согласно стратегии Соединенных Штатов, она прописана, можно посмотреть, к 2030 году они четко понимают, что им придется, планируются боевые действия с Китаем. И они это прописывают у себя в стратегиях. А к 35-му если они не успеют ничего сделать, Китай превзойдет по всем параметрам. И это для них страшнее, чем все остальное. Сегодняшние проба опера, назовем это так, в Украине это предварительная проверка своих возможностей, предварительная готовность государств, других, идти с ними. и до какого уровня терпимости готова развиваться эта обстановка, что может народ, что может промышленность, как-то так. Кто-то, не будем называть кто, играет на большой шахматной доске. Шаги сделаны, есть определенные, сейчас идет анализ реакций, анализ обстановки по всем направлениям. И просчитываются не варианты, а цена победы или цена результативности. С одной стороны может быть просчитано десятки, может быть сотни вариантов. И где-то, как только люди, принимающие решения на таком уровне, поймут, что результат не будет получен, вот тут и начнутся другие шаги. Вот тут и начнется договоренность. Но до тех пор, пока планка не будет доведена до предела, не остановится. Они пока воюют чужими руками, только деньгами, напечатанными долларами. И если сегодня-завтра рухнет доллар, все, страны становятся банкротами, большинство государств. Ведь Соединенные Штаты не зря много лет назад заморозили добычу полезных искупаемых на своей территории. Они опять же пользовались чужим, понимая, что когда-то придет момент, когда понадобится свое. в этом они сделали стратегически выверенный шаг, работая на чужих ресурсах. Но такой возможности не имеет Европа, она пустая, пустая, но так сложилось, Япония, такой возможности не имеют ряд других государств мира. И вот здесь опять будет взвешиваться на сколько и как, куда могут качнуться весы. Поэтому как вариант может быть принято решение игры в долгую. То есть постоянное поддерживание определенного градуса конфликтности, если не в этом регионе, то в других регионах. Попытка вывести своих противников на определенные неправильные решения либо ошибки. И здесь опять очень высокая ставка. Помните, и одного мира мало. Вот этот мир и делится сегодня. Либо его надо будет поделить с кем-то и подвинуться. Либо суметь выстоять и сохранить доминанту. Неважно. Ценой Европы, ценой Африки, ценой еще кого-то, Азии, кого угодно. Но только не Америки. Северной Америки, Соединенных Штатов вот это тот анклав, который должен быть сохранен. Поэтому все решает цена Вот на этой шахматной доске, о которой вы говорите, Беларусь возможно не самая мощная фигура, но мне кажется, что свой главный ход она еще не делала. Каким он может быть? Соглашусь. Каким он может быть и каким может быть должен быть? что касается нашего государства? Она уже сделала очень серьезный ход. Во-первых, она не побоялась стать на сторону сил, которые выступают за переустройство, за новый мир. Это очень смелый шаг и очень серьезный шаг для геополитической игры. на протяжении определенных лет, уже достаточно многих, Беларусь четко проводит эту политику. Ни пред кем не пресмыкаясь, проводя собственную политику. Это большой шаг. И самое интересное, я этот вопрос хочу развить немножко. Беларусь как небольшое и не самое мощное государство является примером для десятков стран мира, таким образом возможно строить собственную судьбу и собственную, так скажем, геополитическую игру. Наверное, слово «игра» здесь будет не совсем правильно, потому что мы не являемся ключевыми игроками этой игры, но мы являемся примером для десятков стран. И эти страны готовы видя наши результаты развиваться самостоятельно и делают некоторые шаги в этом направлении. Это первая составляющая. Вторая составляющая, касающаяся Беларуси, это способность быть частью целого, генерировать идеи. И наверное, это не совсем популярная фраза, но я скажу, что она как-то Беларусь это надежный партнер, Беларусь это страна, выверяющая свои шаги, не делающая скоропалительных, не принимающая скоропалительных решений, и в то же время страна, которая готова к сотрудничеству, готова брать на себя серьезные обязательства и их выполнять. Сегодня в мире этого очень мало, и оно востребовано. И страны нашего уровня, страны, которые являются более крепкими по сравнению с нами, экономические, политические, так скажем, географически, они видят эту нашу стабильность и готовность именно к сотрудничеству. Это и Китай, это и Россия, это и Пакистан, это и Индия, это огромное количество государств Азии, это так скажем Персидский залив, ведь они специфические государства. Каждый по-своему. Да, и об и с кем они говорить не будут, тем более на равных. Но еще есть один компонент, о котором мы никогда не почему-то забываем сказать. Мы страна с мощной экономикой, именно промышленностью. И сегодня, когда кто-то пытается играть санкционно, мы готовы заместить и предоставить ту продукцию, которая вчера являлась средством давления на государство. Обратите на это внимание. Мы можем предоставить определенные положительные разработки, в том числе нашим ближайшему союзнику России. И они это признают. Мы сохранили определенное направление. То есть мы экономически и научно достаточно крепкая страна. Что касается наших ближайших шагов. В подтверждение ваших слов чуть-чуть вклинюсь в ход вашей мысли. От многих людей в России слышал, занятых в реальном секторе, что без инженерной школы Беларуси, которая сохранилась и развилась за это время, после Советского Союза, России было сейчас очень тяжело. Ну вот мы как раз говорим об одном и том же. И наверное что касается шага. Мы сделали один хороший шаг. Мы стали донором стабильности в нашем регионе. И не зря Минские соглашения были настолько пропиарены. Не только пропиарены, не нами. Это сделала Европа. И с нами согласились. И кстати, как бы там ни говорили, что мы это затягивали время. Нет. время наверное затягивали. Но суть их была прогрессивна. И мы сумели на своей площадке решить эту задачу. И вот это был очень сильный шаг нашего государства. Имея такой опыт в перспективе, я не исключаю этого, что Беларусь может стать одной из площадок, на базе которой могут в дальнейшем строится новый миропорядок, в том числе. Почему бы нам не стать вторым Брюсселем? Кто мешает? Нам никто. Это надо просто-напросто, чтобы люди сумели, или так лица, принимающие решения, к этому пришли. Поэтому, на мой взгляд, наш следующий шаг может быть в области миротворчества, в том числе по отношению к нашим ближайшим соседям, Украине, России, ну и третьим странам, которые захотят в этом участвовать. Это будет очень неплохой шаг, потому что для меня, допустим, больно видеть те события, которые проходят на Украине. Да, это наша общая больность. Славянские народы уничтожают друг другу на потеху третьим сторонам, которые при этом потирают руки и снимают огромные дивиденды. Этого не должно быть. Если мы решим или хотя бы приблизим решение, мирное решение этого конфликта, это уже будет большой плюс. Это первый шаг. А второй шаг это все-таки объединение усилий тех, кто ратует за новый мир, за новое мироустройство для создания базы и принципов. Вот именно в принципах нашей силы. Потому что если Россия это мощнейшая страна, которая славна своей философии и так далее, то мы тот анклав в центре Европы, который сохранил собственную духовность, сохранил духовность, сохранил традиции и сохранил зерна, по-другому я не назову, зерна здравого смысла и добра. вот это то, что может в ближайшей перспективе Беларусь дать новую миру. А дальше наше место, ну, бог даст, будет день, будет пища, все мы, дай бог, это увидим. Спасибо вам огромное за этот разговор. Очень было приятно с вами в очередной раз встретиться. Субтитры